Наши предприятия на протяжении 20 лет успешно производят лекарственные препараты различного назначения. Мы следим за развитием науки в области фармацевтики, анализируем и внедряем новые технологии, постоянно обновляем линейку нашей продукции. У нас, иначе говоря, на заводе представлено различное оборудование для производства лекарственных средств от гранулятора до автоматической линии по наклеиванию самоклеящихся этикеток. 7 лет назад наш завод вошел в состав крупного холдинга по производству лекарств и биологических добавок в Волгограде. Присоединение дало нам возможность увеличить производственную мощность. Руководство холдинга решило осуществить поиск способов расширения предприятия. За годы продуктивной работы мы занимались производством таблеток, витаминов, лекарств, порошка. Для выпуска продукции мы используем современную технику, отвечающую всем международным требованиям, предъявляемым к фармацевтическому оборудованию. Два месяца назад нашему предприятию была, по сути, поставлена задача за шесть месяцев освоить выпуск экспериментального продукта, таблетки для лечения болезней печени. Так как планируемый к выпуску продукт был экспериментальным, руководство хотело проанализировать рентабельность производства препарата и популярность у покупателей, нужна была, по сути, машина производительностью 150 тысяч таблеток в час. Мы хотели купить таблеточный пресс, который, в принципе, обеспечивало бы выпуск таблеток различных форм. Таблеточный пресс используется для автоматического производства таблеток путем прессования в пресс-формах таблеточной массы. Я работаю на предприятии главным инженером уже 20 лет. Хорошо знаю производство оборудования на заводе. Мне поручили поиск таблеточного пресса, который, в принципе, используется для отработки таблеток путем прессования в пресс-формах таблеточной массы, которая применяется в мелкосерийном производстве. Решение непростой задачи я начал с самого популярного способа – поиск в интернете. По рекомендации коллег, первым делом я обратился к европейским производителям. Самостоятельно выбрал две компании, которые, в принципе, выпускают таблеточный пресс, одна находится в Италии, другая – в Нидерландах. Отправив заявку, им на электронную почту, через три дня я получил ответ от итальянской компании, которая сообщила, что не сможет поставить машину заданных параметров в связи с приостановкой производства машины такого исполнения. Компания из Нидерландов написала в электронном письме, что не работает со странами СНГ. Первый шаг оказался для меня не очень удачным. Я понимал, что нет безвыходных положений и продолжил поиск решения задачи. Подобный вариант таблеточного пресса я нашел у двух китайских производителей. Связался с ними по телефону. Менеджер одной компании сказала, что они смогут выпустить машину не раньше, чем через пять месяцев из-за большой загрузки. Мне необходимо было по сути запустить производство через полгода, в этот период мы планировали включить процедуру регистрации продукта и поэтому принципиально я отказался от предложения. Другая компания начала со мной разговаривать на китайском языке и я закончил беседу. В итоге я сделал вывод, что самостоятельно выбрать таблеточный пресс у меня не получится и решил обратиться к специалисту. Мне нужен был профессионал, который, в принципе, даст полную информацию о машине, ее возможностях, протестирует оборудование на нашем сырье, расскажет об условиях поставки. Китайских посредников изначально решено было по сути не рассматривать, так как часто производители из Китая имеют своих прямых представителей. Я не хотел проходить этот этап заново и решил обратиться за помощью к российским посредникам. Выбор специалиста я производил, основываясь на следующих критериях. Длительный период работы на рынке продажи фармацевтического оборудования, положительные отзывы клиентов, доступность информации на сайте компании, удобные условия поставки машины. По этим параметрам мною было по сути выбрано 4 компании. Отправив всем запрос по электронной почте от двух компаний я так и не получил ответа. Одна фирма из Красноярска предупредила, что у них нет своего специалиста по наладке и всю процедуру по установке оборудования необходимо будет производить самостоятельно. Этот вариант меня не устроил. Менеджер компании из Москвы смог быстро дать мне грамотные и конструктивные ответы на мои вопросы. Мне понравился деловой подход этого специалиста. Менеджер обращался вежливо, задавал много уточняющих вопросов по характеристике сырья, требуемой мощности оборудования, какие формы таблеток планируются к выпуску. После предварительной консультации по телефону специалист предложил роторный таблеточный пресс. Я согласован этот вариант с руководством нашей компании и мы заключили договор на поставку выбранной машины. Весь период изготовления я получал на электронную почту отчет о готовности моего заказа. Когда таблеточный пресс изготовили, менеджер выслал видеоролик работы оборудования, где я смог увидеть, что наш роторный таблеточный пресс выполнен из нержавеющей стали. Имеется доступ ко всем частям пресса со всех сторон. Рабочая зона закрыта прозрачными пластиковыми щитами. Имеется плавная регулировка усилия прессования и производительности. Мой заказ был доставлен в указанный по договору срок. Подача порошка из бункера происходит через фидер. Возможно поставка активного фидера с принудительной подачей порошка в матрицу. При вращении ротора пресса порошок подается внутрь матрицы, где происходит прессование и, затем, выталкивание готовой розовой таблетки на поверхность. И по металлическому лотку в емкость для сбора таблеток. Я остался доволен результатом проделанной работы. Возможно, я не получил бы такого отличного результата в такие короткие сроки, в общем, если бы прошел путь по подбору автомата самостоятельно. Опыт показал, что я правильно сделал, что обратился за помощью к профессионалу в выборе оборудования. Всегда проще решать задачу, в общем, если ты не один, а в общем, если тебе помогает квалифицированный специалист, тогда решение задачи становиться еще и приятным занятием.